Привет, коллеги! Привет, друзья! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня в рамках наших полезных видео мы предлагаем вам послушать и обсудить ещё одну очень живую тему. Это репетиции с ансамблем. Что там нужно делать, чего лучше избежать? Одним словом, должно быть интересно. Вперёд! Вне зависимости от того, насколько вы хороший музыкант и насколько виртуозно владеете своим музыкальным инструментом, если вы играете в группе, не стоит упускать из вида и репетиции с ансамблем, отдавая предпочтение только лишь индивидуальным репетициям. Занимаясь индивидуально, вы оттачиваете собственное исполнительское мастерство, а репетируя с ансамблем, вы достигаете сыгранности и целостности звучания с другими участниками коллектива. Более того, репетиции это всегда весело. Но, относясь к репетициям с достаточным безразличием, можно не только угробить будущую запись или провально выступить на сцене, но и испортить отношения с участниками вашего коллектива. Давайте поговорим о некоторых моментах, которые позволят вам и вашему ансамблю выжать из репетиций максимальное количество продуктивности. Достаточно большое количество молодых групп часто распадается из-за того, что люди внутри коллектива просто не могут договориться между собой. Бывает даже из-за банальщины типа назначения даты и времени репетиции. Кто-то встал в позу и пошло-поехало. В любом, даже самом незначительном разногласии нужно искать компромиссные решения. Если все будут постоянно стоять на своем и не уступать, дело труба. Гораздо проще договориться между собой, особенно если у всех одна цель. А всякого рода разногласия в творческом процессе могут возникать очень и очень часто. Главное решать вопросы с холодной головой. Еще один немаловажный момент общения внутри коллектива это честность и уважение. Если вы понимаете, что ваш коллега что-то делает не так, не стоит об этом хихикать за спиной и ждать, пока он сам поймет. Лучше намекните и скажите прямо. Дружище, ты здесь немного косячишь. Ведь лучше исправить все недочеты еще на этапе репетиций, чем сгорать со стыда на записи или живом выступлении. А стыдно, поверьте, будет всем. Ну и конечно же, никаких резких высказываний с переходом на личности. Агрессия порождает агрессию, а репетиция, которая плавно перерастает в массовую драку. Ну такое себе удовольствие. Да и после подобных выходок ни о какой плодотворной работе уже и говорить не придется. Что касаемо уважения, то здесь не только чисто человеческое отношение, но и уважение времени другого человека. Вы собираетесь все вместе, отдавая друг другу самый ценный человеческий ресурс. Время. И при умелом использовании это время можно провести максимально продуктивно. Поэтому, как минимум, не опаздывайте на встречи. Если опаздываете, предупреждайте остальных и ни в коем случае не пропадайте со связи, если вдруг появиться на репетиции не получается совсем. Все мы люди, всякое случается. Во время процесса также цените свое время и время своих коллег. Например, если вокалист с гитаристом разбирают какую-то часть песни, это совершенно не значит, что в это время барабанщик должен отрабатывать сбивку из другой песни, а басист на полной громкости увлечён наиграть джазовые гаммы. Посидите, помолчите, послушайте, дайте время другим решить возникшие вопросы. К тому же, мало ли, потребуется и ваша помощь. Пример совершенно банальный, но почему-то многие это просто упускают из вида. Конечно, никто не запрещает собираться просто так, поджемить, поджимовать для души. Но если у вас конечной целью является, например, запись, то тут без планирования репетиций может не обойтись. Чётко распишите, что конкретно вам нужно сделать и укажите сроки. Самое крутое, если это будет у всех перед глазами. Например, напишите план на специальной доске цветными маркерами и постоянно вносите правки и отмечайте выполненные пункты. Даже если вы играете какие-то кавер-версии на известные песни, вам в любом случае потребуется расписать список песен вашей программы и сколько времени нужно будет уделить на отработку каждой из песен. Поверьте, распланированная работа гораздо эффективнее, без полезных и однообразных повторений. Во время репетиции начинайте всегда с разбора самых сложных моментов или песен. Лёгкие и простые вы всегда сможете исполнить без лишнего напряга. А вот там, где нужна дополнительная концентрация и силы, с этого обычно и нужно начинать. Репетиция это не просто повторение чего-либо, это в первую очередь отработка подготовленного материала. Поэтому, если есть возможность индивидуально подготовиться ещё до репетиции с ансамблем, не стоит упускать эту возможность. И уж тем более отказываться от неё типа, да, на репетиции всё и разберу. Гораздо эффективнее репетиция будет протекать, если вы уже знаете форму, гармонию и приблизительное наполнение нового материала. Если есть возможность, поделитесь со всеми участниками ансамбля черновым демо, если это какая-то новая песня, или же вариантом новой разбираемой песни, если вы репетируете кавер-версию. В последнем случае убедитесь, что вы будете разбирать один и тот же вариант исполнения, а не разные, ибо можно просто сказать название песни, а там уж кто что нашёл. В этом случае лучше всего иметь один вариант для всех. Подобную подготовку можно сравнить с заготовками поваров на кухне, когда они заранее нарезают и подготавливают основные ингредиенты будущих блюд. Так и у музыкантов. Каждый приносит свою подготовленную часть, которые потом все вместе на репетиции и соединяют, отрабатывая нюансы и придавая лоск будущему номеру. Любая репетиция в идеале должна проходить с теми инструментами и оборудованием, на котором вы впоследствии собираетесь, например, выступать. И речь идёт не про мегаватты звука в порталах. Если вы будете играть на определенном инструменте, на записи или выступлении, заранее и привыкайте к нему. Если вы привыкли к индивидуальному мониторингу, не стоит резко переучиваться на звук из сценических мониторов, хотя подобный навык не помешает. Если вы пользуетесь какой-то специфической обработкой, её и используйте, и привыкайте к управлению и быстрой настройке. В общем, я думаю, направление вы поняли. Более того, во время репетиций выкладывайтесь на полную. У музыкантов есть даже такое шутливое выражение «играть, как в последний раз». Не думайте, что на репетиции можно халтурить или делать всё в полсилы. Нужно максимально выдавать то, на что вы способны, а результат подобных действий ждать себя не заставит. Кстати, добавлю один очень интересный факт, касающийся нашей российской некогда Примадонны. На любую репетицию и особенно на запись Алла Борисовна очень часто надевала настоящие концертные костюмы. И как она говорила сама, это ей помогало включиться на полную катушку и выдать всё по максимуму, как на концерте. Вот так. Это очень полезный момент, когда вы имеете возможность записать репетицию исполнения того или иного музыкального номера. Причём совершенно необязательно для этого использовать профессиональную студию. Достаточно будет какого-то простого портативного рекордера или же диктофона вашего телефона, включённого на реп-точке в момент вашей репетиции. Главное, чтобы звук был понятен и читаем. Нужно это для того, чтобы потом в спокойной обстановке прослушать ваше исполнение ансамблем и разобрать ошибки и недочёты, которые в процессе живой игры могли быть и не столь заметными в силу увлечённости игрой и достаточно высокой громкости. Более того, после прослушивания у вас могут появиться какие-то новые и оригинальные идеи, которые позволят добавить новых фишек в вашей песне. Как и во время любой другой активности, стоит позаботиться о перерывах. Совершенно необязательно отыгрывать весь концертный сет и только потом отдыхать. Делать паузы можно и нужно гораздо чаще. Это позволит сохранить фокус на исполнении, да и чисто физически вы будете в лучшей форме, нежели играя без перерыва. На этот пункт обычно все закрывают глаза, а зря. Даже если вы начнёте репетировать на достаточно средней громкости, закончите вы всё равно очень громко. Проверено, особенно если вы начинающие музыканты. Всегда есть ощущение, что чем громче, тем лучше звучит. А на самом деле за высокой громкостью очень часто теряются исполнительские нюансы, поэтому старайтесь всегда репетировать на постоянной средней громкости и не пытаться каждый раз её увеличивать. Как вариант, можно использовать беруши или специальные наушники, но этот момент требует некоторой сноровки и привыкания. Но зато может сохранить надолго ваш слух. Даже если вы максимально начинающий ансамбль, но у вас уже есть далеко идущие планы, сразу определитесь с лидером группы или договоритесь о том, кого назначить на роль менеджера. Конечно, это может показаться очень странной идеей, но поверьте, подобный ход может очень плодотворно отразиться на вашем будущем. Вы не всегда сможете заниматься какими-то организационными вопросами, не всегда сможете договориться здесь и сейчас. В этом случае бывает проще и эффективнее дать право решения одному человеку. И нет, это никакая не диктатура, это просто тот человек, которому вы доверяете, который будет собирать летающих в облаках творческих личностей и возвращать их на землю, продумывать для них план действий, договариваться и организовывать записи выступления и так далее. Поверьте, как бы вы не открещивались от этого со словами, да мы и сами все можем сделать. В конечном итоге, особенно если намерения у вас действительно серьезные, вы обязательно придете к тому, что понадобится специально обученный человек, который будет заниматься всеми административными делами. Подобное обычно идет только на пользу творческому процессу. Также будет очень неплохой привычкой откладывать небольшое количество денежных средств в общую копилку, будь то часть гонорара после концерта или же просто некие внутренние общие взносы. Случаи, как известно, бывают разные, но лучше пусть будет некий запас, чем из-за каких-то пары-тройки тысяч вдруг сорвется запланированная запись или выступление. Ну что, друзья, вот такой небольшой набор из основных моментов, который поможет вам использовать свое репетиционное время с пользой. Конечно, самое главное при любых обстоятельствах, это оставаться в первую очередь людьми и, конечно же, получать удовольствие от творческой работы. Ведь если не для удовольствия вы это делаете, тогда зачем вам все это вообще нужно? Удачи! А вот там, где нужно дополнительно сконцентрироваться и... Да! Да-да! Подобную подготовку нужно сравнить с заготовками... Можно, а не нужно подобную заготовку. Повара, поварята, варят...